всем привет друзья вы на канале всяко-разно из китая я вас приветствую сегодня распаковываем очередные посылки от aliexpress несмотря на то что вы видите всего лишь один пакет здесь должно быть 4 товара в этой посылке сейчас aliexpress взяла такую моду в принципе хорошая вещь в общем то если вы берете несколько товаров одновременно до у разных продавцов они зачастую сейчас делают собирают вам посылку в одну и то есть вот разных продавцов посылку упаковывают в одну большую и отправляют одним трек номером это очень удобно потому что вот особенно мелкие посылки сейчас ну типа вот таких посылочек они сейчас очень часто почему-то стали теряться не знаю почему вот да сами видите в одной большой было четыре посылки вот таких вот и думаю вам будет интересно посмотреть что в них давайте приступим к распаковке и давайте наверное начнем с самой большой посылки вот этой здесь сейчас вы увидите что должно находиться упаковали интересно я все думал как это все дойдет и как это может не сломаться но сейчас проверим вот упаковали в такую пенопластовую пенопластовый кейс сейчас мы его откроем и вы увидите что здесь а пока можете написать комментариях ваши догадки что здесь может лежать пишите ну ладно если не угадали смотрите опачки да ребята смотрите здесь пришла абсолютно новенькая целая клавиатура для моего ноутбука старичка сейчас я вам его покажу сейчас мы ее установим кстати и проверим работает ли она на внешний вид вообще идеально идеально все новенькая все красивенькая так шлейф есть так вот здесь что-то что-то как-то замяты но надеюсь что на работу это не будет никак влиять потому что это подложка алюминиевая но все же сейчас давайте поставим и проверим как она работает и так вот наш подопытный ему очень много лет это кстати acer aspire сейчас вам скажу модель 5750 здесь есть такие маленькие кнопочки и вдавливаете и клавиатура вот она отсоединяется здесь шлейф очень легко также отстегивается он все клавиатура извлечена на внешний вид вообще разницы я не вижу один в один что ребята сейчас на первый момент поклацал вроде бы все работает зашел вот программка тест клавиатура онлайн есть и можно проверять все кнопки просто самый последний and работает home короче делаем вот так вот чик 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 ну да все кнопки работают клавиатура полностью рабочая класс кстати у этого продавца есть большое количество на разные ноутбуки клавиатуры поэтому ссылку оставлю в описании именно на эту клавиатуру если интересно зайдите к нему магазин найдете именно ту клавиатуру которая вам нужна будет итак у нас осталось три посылки давайте открывать по порядку я не знаю давайте саму маленькую откроем открываем первая посылка у нас была компьютерная тема дальше у нас будет тема на тему мотоцикла в общем то если вы не знаете я стал обладателем мотоцикла тулы времен ссср и на втором канале я снимаю видео как ее восстанавливаю не мелкие ремонты всякие такие но в общем то если кому интересно будет эта тема можете зайти на мой второй канал подписаться чтобы не пропустить новое видео в общем то заказал вот такие вот уже готовы видите предохранители блоки предохранителя вот он врезается в сеть ну хочу просто от аккумулятора врезаться чтобы было через предохранитель 10 ампер на идут в комплекте предохранители отсюда вставляется кейс у нас влагозащищен видите есть такая крышечка оп закрывается и у вас предохранитель будет защищен я буду все это устанавливать и снимать на втором канале ссылка на второй канал будет под видео можете подписаться советую дальше у нас идет здесь должен находиться реле поворотников родного реле не было в комплекте с мотоциклом пришлось вот заказать вот такой китайская такой китайской реле здесь оставлю вам подсказку на видео я уже заказывал как-то свое время такой же блок реле и я там показывал как подключается и все тому подобное интересно посмотрите в этом видео хорошо сделано он влагозащищенный здесь залито все какой-то мастикой либо эпоксидкой то есть полностью блок закрытый на концах вот все подключения все есть все отлично и дальше последняя посылочка на сегодня очень долгожданно опять же для меня здесь должен быть карбюратор ребята карбюратор на моем мотоцикле тула стоит сссеровский советский карбюратор который уже просто отжил свою жизнь работает настраивать его у меня не получилось опять же лазя на просторах youtube увидел что многие пользуются именно китайскими карбюраторами под маркой pz 30 давайте посмотрим как он выглядит вот он красавец все коробка пустая больше ничего не положили нам подарок давайте посмотрим на качество исполнения этого карбюратора вот он красавец мой надеюсь наконец-то моя тула будет жить смотрите japan все как положено ну что могу сказать вроде так вроде так ничего выглядит смотрите подсос а поп есть подсос в общем то смотрите есть такие карбюраторы идут они с ускорительным насосом то есть тяну кто понимает тот разбирается он немножко дороже но опять же многие смотрю покупали и просто не подключают этот ускорительный насос так как он но для наших мотоциклов вообще бесполезен поэтому я заказал более дешевый вариант без ускорительного насоса но даже с этим карбюратором мотоцикл должен ехать уже наши умельцы делают переходники потому что понимаете да советский мотоцикл скрестить с китайской запчастью сложновато вот ребята выплавляют сами вот такие вот переходники не помню как он ставится ну по моему таким образом короче если вам интересна тема как это все будет работать переходите на второй канал ссылка будет под видео там увидите установку увидите как он работает и вообще как стоит ли его заказывать но на этом я думаю все хочу пожелать крепкого здоровья быть на позитиве и удачи по жизни конечно же если подписались и нажали на колокольчик значит увидимся следующих видео удачи удачи